Добрый вечер встречи, уважаемые телезрители! Сегодня в гостях у телеканала Санкт-Петербург писатель, поэт, но самое главное для меня, журналист-тасовец Олег Сердобольский. Здравствуйте, Олег Михайлович. Здравствуйте, Андрей. Вот мне ужасно приятно почему-то произносить это словосочетание «журналист-тасовец», потому что для меня это легенда. Вот я вот где-то в подкорке, для меня всегда вот то, что я слышал в средстве масс-формации, когда о ком-то говорят «журналист-тасовец», это просто какая-то, ну, я не знаю, народный артист Советского Союза. Вот что-то сравнимо. Ну, легенды складываются из фрагментов. Когда приходишь в редакцию и начинаешь свой трудовой путь, совершенно неясно, как все сложится, особенно в ТАССе, потому что это такая сложная фабрика новостей, и столько в ней всяких перемен со временами проходит. А вы там ведь с 66-го года, на самом деле. 66-го, и у меня такое ощущение, что я прожил там 3 или 4, а может даже и 5 жизней, потому что у многих тасовцев очень короткий век. А я вот то ли засиделся, то ли так увлекательно... Ну, не знаю, что значит засиделся. Между прочим, свои награды как журналист, я имею в виду «Золотое перо», там «Сезам» и так далее, и так далее, вы получили уже в зрелом возрасте, то есть уже будучи опытным журналистом. А не вначале пока блеснул и исчез. Ну, там было очень много соблазнов, особенно в переломные времена, когда все было очень-очень смутно. Можно было уйти в литературную газету, куда меня приглашал Фаняков. Можно было в советскую культуру, куда меня рекомендовал Андрей Павлович Петров. Но я, в общем, оказался стойким тасовцем и однолюбом в журналистике. И при этом не потеряли возможность не писать литературу, не изучать психи. В том-то и дело, что, наверное, тасовская школа мне помогла во многом. Вы, как человек, представляющий журналистику, оцените изобретенный нами прием, как начать разговор с гостем. Пусть сам решит, с чего начать. Вот так решили мы для себя и придумали вот эту вот игру. Душа? Ну давайте, раз уж так вышло. В журналистике есть душа. Душа, наверное, исходит из каких-то личных качеств журналиста. Для меня во все времена, и те, которые называют советскими, и те, которые сейчас постсоветские, главным был человек. И вот этот душевный настрой на каждую встречу, я ведь, можно сказать, впервые в качестве объекта интервью нахожусь в вашем, в вашей замечательной передаче. Очень важен был, потому что, как только найдешь вот эту ниточку общения, точную тональность, как человек начинает творить чудеса в этой беседе и выдает сто процентов, а может быть и сто двадцать, того, что он мог, что он предполагал выдать в этом разговоре. А вы не ведете подсчет, сколько интервью вы взяли в жизни? Ну, наверное, тысячу. Да ладно, да ладно тысячу, я думаю, тысячи две. А может быть и две. Не меньше, что вы? Это же и как журналист, и как автор книг «Встреч с замечательными людьми», и как автор книг, скажем, про Андрея Павловича Петрова, ну, там же такое количество бесед. Там шестьдесят было бесед. Вот, ну вот, видите. До книги о Петрове. Конечно. Ну, да, ну, такой статистики я не вел, но, конечно, я человек, который задает вопросы. Конечно. Вот, и душевная составляющая в этом общении, это, на мой взгляд, номер один, потому что в журналистике нет ничего интереснее, чем человек. Безусловно. А поэтому нам интересно, что там еще? Главное достижение? Угу. Профессионально или вообще в жизни? Как, не знаю, как хотите. Вы знаете, главным достижением своим я, наверное, могу назвать то, что меня слышат дети. Я, как детский поэт, вдруг ощутил, это продолжение, наверное, ответа на первый вопрос, вот эту душевную нить, которая меня связывает с ребятишками, которые даже на опечатки, на какие-то оговорки реагируют изумительно, потому что они вот настроены на мою волну, и когда я им читаю стихи, это лучшее, наверное, значит, ОТК такое вот получилось, не получилось, какие реакции они вызывают. И для меня, наверное, главным достижением было то, что вот на одном из вечеров, на одном из, там, не вечера, там, детские встречи, «Три апельсина», цикл называется, одна девочка сказала мне, вот, если бы вы вели у нас литературу в школе, приходите в нашу школу на Московский проспект. Вот, теперь я ищу эту школу на Московском проспекте, чтобы вести там литературу. Ну, может быть, девочка нас сейчас увидит и свяжется с вами и скажет вам точный номер этой школы. А у нас как раз сюжет, который мы подготовили к встрече с вами, там вот продолжим эту тему. Смотрите. Я Олега Михайловича знаю очень давно, он такой вот как-то сыч, сова и тортаса, я даже знаю его дупло в тортасе, и даже в новом гнезде, в новом лесу, знаю его дупло. Вот, он всегда очень много писал, но он писал как-то так, ну, все это серьезно, там еще. Потом вдруг он придумал замечательную совершенно форму, форму анекдот, притча, коротенькая история, и он действительно знал очень много людей. У него появилась первая сотня, потом замахнулся на вторую сотню. Но вот то, что он пишет, еще и детские стихи. Все началось за тысячи километров от города на Неве, на Чукотке, в поселке Эгвикинот, когда будущий знаменитый обозреватель и тортас, неоднократный лауреат профессиональной премии «Золотое перо», учился в седьмом классе. Тогда в его школу зашел спецкор советской Чукотки и, прочитав стихотворение юного Олега, предложил ему стать нештатным корреспондентом окружной газеты. Но вот дар детского поэта Сердобольский открыл в себе годы спустя, когда стал счастливым отцом. Он взглянул на мир глазами своих маленьких дочерей, и тогда в его стихах появились заболевшие сосульки, путешествующие облачка, храбрые червячки. Дочери в буквальном смысле стали музами отца. Однажды Олег Михайлович прислушался к детскому лепету и понял, что их фразы – первые строчки стихов. Ему оставалось лишь их дописать. И радости много у радости, и много игры у игры. Теперь песни на стихи Сердобольского исполняют не только дочки и внучки. Перед сочинениями Олега Сердобольского открыты двери капеллы и филармонии, ведь дело дошло до контакта «Игры на радуге» – оперного сериала «Сказки для репки», «Симфонии, говорящей сверчок». И, наконец, Олег Сердобольский написал стихи для знаменитой зоологической фантазии Сен-Санса – «Карнавал животных». Стихи получились очень краткие, яркие такие, вот знаете, как хорошая, а сладкая конфетка. Неудивительно, что именно Сердобольскому удалось найти ключ к сердцу Астрид Лингрен. 88-летняя писательница в последние годы жила уединенно и общаться с советским журналистом вовсе не была расположена. Но устоять перед подарком от Пушкина не смогла. Да-да, Олег Сердобольский привез из Михайловского гусиное перо с копией автопортрета поэта, даже не предполагая, что мама Карлсона всю жизнь преклонялась перед Пушкиным. Взяв в руки легкое перышко, Лингрен поцеловала его. Что подсказало Сердобольскому послать именно этот подарок, Олег Михайлович и сам не знает. Но, может быть, вовсе не случайно он родился на улице, носящий имя великого русского поэта. Так что подсказало отправить Лингрен и вот так найти ключик к ней? Да, вы знаете, мы договорились, полудоговорились, что во время нашего журналистского семинара, наверное, нам удастся встретиться. Я написал ей письмо, как мне посоветовали. Но, на мое несчастье, Астрид накануне встречалась с сестрами за городом, упала с крыльца, сломала руку, правую руку сломала. 88 лет, сломанная рука, строжайшая секретарша, которая следила за всеми ее передвижениями, даже по комнате. И, конечно, никаких шансов встретиться с ней не было. Секретарша сказала, что нет-нет, никаких разговоров на эту тему быть не может. Но вот мой шведский коллега Малькольм, который выходил на Астрид в нужных ему моментах жизни, и брал у нее интервью, увидев мое горькое выражение моего лица, ну, как журналист меня понял, и однажды под напором моих уговоров сделал звонок в квартиру Астрид, чтобы еще раз обсудить с секретаршей вот возможность этой встречи. Потому что я сказал, что у меня есть подарок от Пушкина. И на мое счастье, теперь уж счастье, Астрид подняла трубку, и, услышав, что у русского журналиста есть подарок от Пушкина, она растаяла, она как девчонка заинтересовалась этим. И мы приехали к ней в тот дом, где она жила, со своей дочкой, которой она посвятила Карлсону. И целый час мы с ней говорили. Целый час. Причем это была такая удивительная душевная беседа. Так что и здесь все складывается очень здорово. И, наверное, если в журналистике точно себя ведешь, и как-то вот стараешься энергетически пробить необходимое тебе что-то такое важное для тебя, наверное, иногда так случается. Вот наперекор всему. Я был последним журналистом, который Састрид говорил, потому что возраст дал свое знать, и уже больше журналистов к ней не подпускали. У нее была совершенно пустая от игрушек освобожденная квартира, хотя ей присылали все время ее персонажей сказочных. И единственное, что у нее стояло в стаканчике в гостиной, это перо от Пушкина. То есть ваш подарок. Да. Трясающе. Об этом мне сказала ее переводчица Брауда, которая была у нее в гостях спустя год. Она говорила, у меня был журналист из России, который привез мне подарок от Пушкина. И вот там промелькнул автограф ее. Это автограф левой рукой данной. Которая у вас хранится как реликвия. Да, конечно. А я знаю, что у вас еще есть одна реликвия, и буквально она с собой, потому что я просто открываю зрителям секрет. Я знаю, что лежит у вас на грудном кармане. Ну, вы как фокусник. Да. Да. Вы знаете, верьте, не верьте, но вот перед вами кусочек знамени Победы. Я много лет дружу с фотокорреспондентами. У меня было среди военных фотокорреспондентов очень много друзей. И мы с моим коллегой Виктором Ганшином написали книгу «Одна секунда войны», которая дарилась ветеранам, как такая вот реликвия. Там была история пяти журналистов, но среди них не было Марка Ритькина, поскольку его дороги фронтовые проходили преимущественно по другим фронтам, а эта пятерка была приписана к Ленинградскому фронту, к блокадному Ленинграду. Я к Марку Степановичу поехал как тасовец, как корреспондент, получивший задание от детского журнала. И мы в Москве с ним. Он дымил примизионным мной беломором. Оказывается, ленинградский беломор. Второй фабрике у Рицкого. Да, настоящий, а московский он совершенно... Ценители нас поймут. И вот он, раскуривая очередную папиросу и душевно вспоминая обо всем, а что у него было в жизни? У него было несколько таких фантастических совершенно моментов. Он снимал водружение Знамени Победы на Рейхстаге и сам сфотографировался около этого Знамени Победы. И подписывал акт безоговорочной капитуляции. Когда он... И когда мы уже так с ним очень хорошо, близко, душевно в этой беседе подошли друг к другу, он говорил, знаешь, я тебе, пожалуй, сделаю один подарок. И он вытащил такой вот лоскуточек, и говорит, вот ты знаешь, у Знамени Победы, когда его несли по этим этажам, где-то вот случилась встреча с каким-то, там, не знаю, может быть, неровностью железа или гвоздем. И вот, когда я снимал это знамя, лоскуток висел на одной ниточке. Я его взял на память. Он взял ножницы, отрезал лоскуток и написал Знамя Победы Марк Редькин. 88-й год. Год нашей встречи. Так что вот это Знамя Победы, кусочек его, я всегда ношу с собой, и, конечно, оно будет унаследовано моими дочками. И внучками. И внучками. Да. И которые, на самом деле, продавали, во-первых, замечательные компании у вас, дамские. Ну да. А во-вторых, я так понимаю, что они же как раз, во-первых, они соавторы детского цикла ваших всех детских стихов, потому что вы для них писали, я знаю, что вы даже с младшей дочкой вместе писали какие-то тексты. Да. Вот у меня будет такой вот юбилейный вечер в Зазеркале 21 мая. И мне говорят, надо как-то его назвать. И я, поскольку, значит, в первом отделении будет карнавал животных звучать, я подумал, что что-то надо зоологическое. И придумал, и вспомнил строчку из Ярославиных высказываний малышки, наверное, ей года было 3-4. «Давай ты, папа, будешь крокодилом». Это такая игра у нас была. «Давай ты, папа, будешь крокодилом, слегка ужасным, но ужасно милым, и будешь ты ужасными зубами пирог жевать с капустой и грибами». Вот этот вот вечер будет называться по-крокодильски, как предложила дочка в игре. Прекрасно. Прекрасно, что, на самом деле, что эти стихи еще кладут на музыку. Вот что очень важно, потому что дети гораздо охотнее песенки запоминают, нежели стихи. Ну, так уж устроена, в общем, детская психология, что они песенки любят больше. Вы знаете, я был свидетелем того, как одну песню, которая очень понравилась детям, пели три хора. Они озорничали совершенно по-разному. И это было три совершенно разных варианта исполнения одной и той же песни «Батут и там-там» Сергея Плешака. И это было чудесно, это тоже была очень большая радость для меня. Я видел, что дети купаются в этой шалости. А она была, конечно, заложена в стихотворении. А вы когда-нибудь задумывались о том, что вот в вашей репортерской, журналистской жизни какое-то совершенно мистическое, мне кажется, место занимает просто географией вашей жизни? Что вы на Дальнем Востоке родились, Камчатка, да, сейчас это, то есть вся страна вот перед вами, что называется. Да, да, охват такой, вот учился я на Чукотке, служил в армии на Камчатке, на Камчатке, родился в Владивостоке. Да, и, конечно... Но это же не может быть случайно, но... Ну, что-то такое, наверное, вот с сюжетом жизни как-то закладывается для того, чтобы как-то это сработало. Вы вообще в судьбу верите вот в какие-то вот предрасположенности человеческие? Я верю, что судьба гораздо изобретательнее любого драматурга. Ну, вот вы можете, например, представить, что Мравенский, который очень сложно относился к журналистам. Конечно. И однажды послал меня очень нецензурным выражением, когда я обратился к нему по телефону. Однажды подошел ко мне с тем, чтобы дать мне интервью для Америки. Был такой случай. Сам? Сам подошел в ЛОЖБ, в Большом зале филармонии, после концерта Митчелла, дирижера из Америки, который исполнял Девятую симфонию Бетховена. Он сказал, что вот я знаю, что вы будете делать материал об Америке. Я хочу сказать о том, что я очень редко в своей жизни слышал Девятую Бетховена, исполненную с такой ясностью и силой. И одна эта фраза Мравенского стоила десяти информации, потому что это было просто, ну, как хоть высекая ее на мраморе. Ну, в общем, на самом-то деле, ведь, например, те же американцы, они же вот, например, сразу после концерта, после премьеры, как раз газеты и выходят вот с такими вот фразами от критиков. И, собственно говоря, публика решает, после этого идти или не идти. Это как раз в традициях мировой культуры, мировой культуры, в общем. Ну, был еще один потрясающий случай. Тоже я, как, если бы это было со стороны, я бы, наверное, не поверил. Мне позвонили из малого зала филармонии и спросили, Олег, вы не хотели бы встретиться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем? Он хочет дать интервью корреспонденту. Так. Ну, если бы я не узнал этот голос худрука Семеновой Ирины Николаевны, я бы подумал, что это... Розыгрыш. Розыгрыш. Я приехал, Дмитрий Дмитриевич действительно очень хотел дать интервью, по поводу премьеры, вечерней премьеры своего цикла на стихе Микеланджело Буанаротти. Он был по-мальчишески влюблен в Ирину Антонову, свою жену, и посвятил ей этот цикл. И он подарил мне 15 минут. То есть он хотел прокомментировать это? Да, он просто вот хотел рассказать о том, что это за произведение, и чем оно важно для него, какое место оно занимает в его жизни. И сказал очень теплые слова о малом зале филармонии, потому что это было любимое место его премьер. А вы знаете, что потом случается с интервью с хорошими, в том числе с вашими? Из них выдергивают фразы собеседника вашего, и помещают во всемирную базу афоризмов. А мы потом подключаемся к этой всемирной базе афоризмов и используем эти афоризмы в нашей программе. Вот посмотрим сейчас, что выбрал наш компьютер. Хороша только полная правда, полуправда ничего не стоит. Не печатай в газете то, чего не поймет твоя служанка. Женщины для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали. Ожиданно. Что из этого вам кажется правильным, что кажется спорным, а под чем вы подписались бы сами с удовольствием? Я думаю, что очень важен первый афоризм. Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Она нивелирует правду. Второй афоризм про служанку очень остроумен, тонок. Вы знаете, я ведь тоже пишу афоризмы, и я придумываю слова. В детской поэзии очень легко придумывать слова. Например, у меня есть такой образ муха слоны. У меня есть ласковое обращение слонихи к своему слоненку. Слонышко мое. И есть два слова, которые я придумал во взрослой своей жизни. Это байкомат, в котором вы, кстати, участвовали. Это такое счастливое слово, которое объединило очень много интереснейших высказываний, воспоминаний в такую коллекцию, которую я собираю уже 8 лет. И вот по поводу афоризмов. Один журналист мне признался, что он выдергивает кое-какие мои материалы, приписывая их себе. И я придумал по-моему очень удачное слово ворчество. Ворчество. По-моему это замечательно. Ну вообще некоторые классики говорят, что украсть тоже надо уметь. Особенно художники про это часто говорят. Мне подсказывают редакторы, что не печатай в газете то, чего не поймет твоя служанка, сказал Пуллицер, чью знаменитую Пуллицерскую премию вручают теперь журналистам как раз. Поэтому в многом смысле это стоит задуматься действительно что и как надо печатать чтобы было доступно и понятно. Замечательно? Нет. Да, такая фраза неожиданная. Очень хорошая. Действительно неожиданная. А вот по поводу женщин, вот там вот была еще одна фраза по поводу женщины созданы для того, чтобы их любили а не для того, чтобы их понимали. Вы как предводитель огромного женского царства. Вы знаете, мне очень повезло с моими женщинами. Вот вы подарили мне свою визитку, на которой написано Андрей Максимков выдумщик. Я подумал, а что бы я мог написать на своей визитной карточке, если бы она состояла из трех слов? Олег Сирдовольский мечтатель. Я мечтал жить в лучшем городе на свете и это сбылось. Я мечтал выбрать самую лучшую в жизни профессию и это тоже сбылось. И я мечтал найти самого близкого друга. Так вот, этот самый близкий друг это человек, который и все понимает, и обаятелен до сих пор, хотя в нашей жизни уже почти вот 40 лет супружества. Это замечательная замечательный случай в моей жизни, который вот иногда случается. Тогда я хочу вот что. Во-первых, сказать вам спасибо. Во-вторых, сказать зрителям, которые, может быть, не знают, что 15 мая день вашего рождения вручить вам вот этот букет и я догадываюсь, кто сегодня же получит этот букет из ваших рук. Вот есть у меня такое подозрение. Спасибо. Вам огромное спасибо, удачи, и все-таки вот журналист Тасовец, вы можете точно так же смело писать на свои визитки, потому что, ну поверьте, это бренд из брендов, это как космонавт. Во всяком случае, в моем восприятии это как летчик-космонавт. Журналист Тасовец Олег Сердобольский был в гостях в нашей программе. До следующих встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok